К сожалению, или к радости, события, вообще история, они какие-то цикличные, время от времени повторяются. Помню, открыл глаза на белой простыне. Рост на радость, вес по ГОСТу, на стене олимпийский мишка с календарем на постере, и что-то необычно летает в воздухе детской жопой, что я попал в лихие девяностые. Каждый третий во дворе за кражу со взломом сидел, а я с коляски глядел, да весь день пил и ел, пил и ел, ревел, чтобы обратили внимание к моей персоне, пока ел конфету полстроны хавлозону. Беззаботно пересыпаю песочек в пасочку. На дворе весна, летают ласточки, едят жуков, какие-то разборки на лавочке руин громко до выстрела в парочку, а мне так радостно, как новогодняя хлопушка. Все бегают вокруг, сбрасывают пушки, продолжаю строить замок, дошел до верхушки, тут сирены громкие, да зевак тучи. Подходит дядя милиционер, берет у меня мел. Я сидел и глядел, как мел чертил контуры вокруг тел. Жестокая инсталляция человеческих сфер, мир, что холст, тускло, сер. Но я засыпаю N2F+, двухлитровую банку. Украл у друга турбо-фантик, с рогаткой об стену швырял попрыгунчик, потом йо-йо и кепсов кучи, на руку перебивачку, кепку нахлобучил, кто коллекцию собрал тот самый лучший. Кирпичи-мобильники только у политиков. На улицах 600-е и с оленем свитеры, на лицах цепи и блатные истины, у меня Тетрис, та, что дядя выкусит. Пока соседи продолжали познавать зону, я вовсю готовился к школе, понимая, что замечания мамы были уместными. Кто в 90-х ведет себя плохо, пропускает самое интересное. Продолжение следует...